Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча посвящена одному из основных справочников номенклатуры в общем-то в любых конфигурациях и в бухгалтерии и в комплексной и в ERP. Вы видите на экране наши контактные данные, наши электронные почты, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Мы выкладываем немного позже запись вебинаров и возможно вы найдете там для себя еще интересные материалы. Той же номенклатуре у нас посвящено несколько встреч, с акцентом на разные аспекты, но тем не менее вопросов все равно возникает много по поводу этого справочника и мы сегодня их будем подробно разбирать. Наша встреча будет построена таким образом, то есть мы будем смотреть какие-то материалы на слайдах, то есть на слайдах будет информация по нормативным документам, по каким-то ситуациям и будем переключаться на демоверсию программы. Сейчас я переключусь вот таким вот образом и мы будем уже, так сказать, на местности смотреть то, о чем поговорили теоретически и, соответственно, будем какие-то моменты смотреть более подробно. Хочу сделать акцент. Мы с вами сегодня будем работать на достаточно новом релизе конфигурации, то есть 2.15.17. Посмотреть, какой вы используете релиз можно вот по этой пиктограммке, то есть нажимаем, выбираем и информация о программе, вот такая пиктограммка и с точкой. И в этом случае у нас видно версия релиз платформы и релиз самой конфигурации. Повторяю, что конфигурация новая практически. 17-й релиз это майский. Ну, допустим, на релизе 15, то есть 2.5.15 практически тоже собраны все действующие механизмы. Но есть некоторые тонкости в регламентированном учете. И, соответственно, мы будем смотреть не на том релизе, а на более новом, потому что есть несколько нюансов. Закрываем с вами информацию о релизе и переключаемся на наши слайдики. Программа нашего вебинара выглядит вот таким образом. То есть мы поговорим про сам справочник, про то, что нужно сделать для того, чтобы активировать и активировать дополнительные опции. И, соответственно, что эти опции обозначают, что они дают. Поговорим про характеристики, номенклатуры, про серии, про настройки, если нам необходимо учитывать качество товаров, ну, например, срок годности или скоропортящиеся, не скоропортящиеся товары и так далее. Поговорим про сервис 1С номенклатуры, то есть не справочник, а именно сервис. Что это такое, для чего он используется и что дает. Ну, и, естественно, поговорим про дополнительные сервисы и отчеты, которые мы используем либо в связи с новыми веяниями законодательства, либо как наиболее часто востребованные. Итак, переходим к самой, так сказать, теме нашей встречи. И смотрим сначала немножко теоретической информации. Ну, во-первых, вам знакомо всем, что такое справочники и для чего используются. Ну, наиболее употребимые, наиболее часто используемые справочники – это номенклатура, контрагенты. В конфигурации 1С ERP, вся информация о товарах, о работах, о услугах, соответственно, у нас сохранится в справочнике номенклатура. В нем достаточно много разных параметров. И, в общем-то, сейчас мы посмотрим поподробнее, но сразу хочу сказать, что настройка справочника номенклатура начинается с того, что мы выбираем тип номенклатуры. Соответственно, этот показатель у нас может принимать значение товар. То есть товар – это все, что имеет количественный учет товара, материальные ценности, которые у нас либо на складах находятся, либо в кладовых, ну, то есть где-то хранятся и имеют свои особенности. Особенности этого товара у нас могут быть разные. Это задается в настройках. Ну, вот у меня в качестве примера они показаны на три группы, разделением показаны на три группы. То есть товары без особенностей учета, алкоголь, содержащие продукции. Это, естественно, спиртосодержащие продукции, то есть вино, пиво, водка и так далее. И который содержит драгметалл. Это отдельный раздел учета, учет драгметаллов. Но, тем не менее, в разных материалах и в разных релизах программы давалась информация, что присутствует либо три типа, либо четыре, но имеется в виду, что у нас есть товар, то есть это продукция, которая закупается или производится, и есть еще тара. То есть тара – это многооборотная считается, и, соответственно, возвратная, и различные операции старые мы можем производить. И дальше у нас используются наборы и услуги. Есть еще один тип – работа. То есть услуги и работа у нас отличаются практически, они очень похожи, но услуга – это у нас услуга, которая не учитывается в себестоимости при продаже, и, соответственно, она учитывается как затрата. И при расчете продажной себестоимости не рассчитывается. А вот работа, работу мы можем закупать у наших поставщиков, либо продавать ее, и они учитываются, имеют количественный учет и учитываются при расчете себестоимости. Сейчас мы с вами переключимся на демо-базу, но перед этим посмотрим слайдик. Значит, при начале работы в программе у нас с вами работает раздел НСИ и администрирование, нормативно-справочная информация и администрирование. И вот здесь мы будем использовать настройки НСИ и разделов и позиция номенклатуры. Собственно говоря, второй слайдик показывает, как мы можем попасть в раздел номенклатуры для создания новых позиций, но мы пока не будем туда переключаться, пока мы с вами работаем через раздел НСИ и администрирование. Переключаемся на нашу демо-базу, и вот он наш раздел НСИ и администрирование. Как вы видите, здесь есть несколько позиций номенклатура, то есть номенклатура в разделе НСИ и номенклатура в разделе настройки НСИ и разделов. Сейчас посмотрим, чем они отличаются. То есть при работе вот с этим блоком номенклатуры у нас появляется список, то есть общий журнал нашей номенклатуры уже создан, или вы можете использовать кнопочку создать, но здесь уже идут конкретные карточки номенклатуры, а мы сейчас с вами интересуемся пока мы только настройками. В настройках выбираем предприятие, мы не затрагиваем, мы с вами рассматриваем номенклатура. И вот здесь как раз-таки находятся настройки, но перед тем, как нам, сейчас мы закроем вот этот вот раздел, перед тем, как нам перейти к редактированию, нужно очень четко продумать, во-первых, шаблоны, а во-вторых, иерархию, потому что самая частая ошибка, которая встречается при работе с номенклатурой, из-за чего возникают дубли, из-за чего возникают отрицательные остатки, это то, что не продуман шаблон наименований. То есть, например, может быть одна и та же позиция, только одна, например, с одним пробелом вводится наименование, а другая с двумя пробелами. Во-первых, два пробела – это уже совсем другой подход от разработчиков, и, соответственно, это уже для программы абсолютно разной позиции. Значит, когда мы с вами переходим к настройкам, мы с вами должны посмотреть все разделы учета, мы будем на них останавливаться поподробнее и говорить о том, что это дает и чем это длезит. А сейчас пока вернемся к слайдикам. Значит, и сначала мы с вами говорим про разделы, которые мы настраиваем через инсы и администрирование. И когда мы с вами попадаем в разрезы учета, мы с вами останавливаемся вот на такой настройке, то есть переходим в разрезы учета. Ну, во-первых, мы ставим флажок множества видов номенклатуры, и потом, когда мы уже создаем какие-то документы, крайне не рекомендуется снимать этот флажок. То есть, соответственно, здесь, когда мы его ставим, адметочку, вот такую красивую зеленую галочку, называется чекбокс. То есть мы, соответственно, активируем возможность работать с типами товара, типа услуга и типа работа. И, соответственно, просматриваем остальные чекбоксы, проставляем на самом деле все, что будет касаться наших бизнес-процессов. Ну, если, например, вы не используете многооборотную тару, то этот флажок можно не ставить, то есть многооборотную тару мы не будем учитывать. Но остальные, конечно, желательно предположить их к использованию и отметить. И еще один тоже важный чекбокс – это характеристики номенклатуры. То есть, кроме того, что мы ведем, например, товары, задаем товары, мы можем задать характеристику товаров. То есть в качестве характеристики могут быть любые наименования, например, размеры обуви, цвет обуви. И для удобства складского учета мы с вами, естественно, отмечаем флажок, ставим чекбокс на упаковке номенклатуры. В этом случае мы можем задавать кратности, то есть, например, одна коробка, одна палета. И у меня вот сейчас он не активен, но на самом деле только потому, что я его уже выбрала. И учет по сериям товаров. Учет по сериям необходим, если мы с вами работаем, например, с ГТД, с прослеживаемыми товарами. И если мы ставим флажок, то у нас, соответственно, в печатных формах будет возможность отражать серии. Так же, как, например, мы активируем возможность работать с артикулами и со штрих-кодами. То есть в серии товаров мы ставим флажок. Еще, когда мы работаем с настройками, то есть разделом СИИ и администрирование, очень важно на самом деле делать совсем простую процедуру. внимательно читать вот эти вот подсказочки. То есть тематические подсказки, которые размещены после окошков выбора и, соответственно, поясняют быстрая контекстная справка, что это такое, для чего используется. Флажок качества товаров мы используем, естественно, если у нас этот показатель используется. Например, мы работаем с молочной продукцией, с быстро портящейся продукцией, со многими другими товарами, где требуется качество отражения, качество, например, железобетонной изделия, марки бетона и так далее. И вот этот флажок позволяет работать с товарами, у которых изменился показатель качества. То есть они, например, еще не перешли в брак, но имеют какие-то показатели, которые отличны от показателей хорошего качества. А еще одна тонкость, это касается единиц измерения. Значит, в разрезах учета мы с вами поговорили о том, что мы обязательно ставим флажок на множество видов номенклатуры, проверяем вот эти флажки, ставим то, что нам требуется, ну, например, тара, многооборотная тара, и активируем возможность работать с характеристиками номенклатуры и с упаковками номенклатуры. Упаковки номенклатуры дают нам возможность готовить, например, упаковочные листы для погрузки в автотранспорт и так далее. И работа с сериями товаров. В серии качества, если вам требуется учитывать это в ваших бизнес-процессах. Значит, разрезы учета мы посмотрели, внимательно почитали комментарии, подсказки. И переходим к единицам измерения. Единица измерения у нас вот такой интерфейс при настройках, его обязательно надо задать. К сожалению, очень распространенная тоже проблема, когда, например, переносится номенклатура и задваиваются единицы измерения, ну, то есть какие-то ошибки при переносе данных, когда используются наименования, наименования, не соответствующие, например, вот таким установленным международным показателям. Значит, единицы измерения мы с вами выбираем. Выбираем из классификатора. То есть это самый, как бы, безопасный способ. То есть если мы подбираем из классификатора, то мы видим вот такое иерархическое строение. И можно выбрать уже, не опасаясь на том, что какие-то вы ведете неправильно, например, перед килограммом поставите лишний пробел. Значит, после того, как мы заполнили обязательно вот эти вот позиции, мы с вами должны остановиться вот на чем. То есть единицы измерения для отчетов. И, соответственно, у нас используются единицы для хранения остатков. Переходим к нашим слайдикам. И мы с вами смотрим тип номенклатуры. То есть когда мы заполнили вот этот справочник. Так, еще раз переходим. Создали единицы измерения. То есть это у нас были разрезы учета. Это у нас единицы измерения. И мы переходим к настройкам создания. Вот здесь вот самый важный способ избежать дубли. Это проставить в сложок контроль уникальности рабочего наименования номенклатуры и характеристик. Но нужно понимать, что если у вас какое-то серийное производство, то, возможно, ставить этот сложок будет неправильно, потому что наименование вашей продукции будет состоять из одинаковых параметров. Ну, например, молоко 2,5%. А вот дальше будет характеристика, какие-то уникальные характеристики для этого наименования. Тогда контроль уникальности сыграет с вами злую шутку и не даст использовать те наименования, к которым вы привыкли. То есть контроль уникальности позволяет избежать дубли, но не во всех случаях, только если вам не нужно какие-то применять названия для серийного производства. И префиксы, то есть вот префиксы, настройка префиксов требуется, вот вы видите, с пояснениями, то есть префиксы, которые у нас используются сейчас для примера. И вот в этом случае, если мы здесь проставили флажок, то, соответственно, у меня стоит контроль уникальности номенклатуры по характеристикам и сочетанию значений реквизитов. Соответственно, если штрих-кода я настраиваю, то у меня еще и уникальный спорт штрих-кодам используется. И в этом случае вот эта обязательность с пометочкой И, то есть информация. То есть если мы работаем с маркированными товарами, то отключить контроль уникальности мы уже можем только, скажем так, не настройкой, а перейдя в другой раздел. Что нам требуется, если мы хотим использовать сегменты номенклатуры? То есть что такое в этом случае сегменты номенклатуры? То есть сегменты мы используем, например, для каких-то отборов. То есть у нас есть какой-то признак, по которому мы можем разбить на группы нашей номенклатурной позиции. И, соответственно, эта группа будет сегментом. Соответственно, настроить мы можем расписание вот по вот этой ссылке. То есть это будет автоматическая, например, очистка. Если эти сегменты как-то группируются... ...в каким-то параметрам, группируются автоматически. Сейчас мы с вами пока вот эти три настройки трогать не будем, а вернемся к... ...к общим понятиям. Поговорим про типы номенклатуры. То есть, соответственно, если нам сегменты надо настраивать, то мы проставляем отмечку. Если не надо, не проставляем. У меня она проставлена, я немножко позже объясню для чего. О, и тут мы с вами снова возвращаемся к нашим слайдикам. И вы видите, я уже... У меня карточка номенклатуры открыта. То есть вот этот слайдик позволяет... ...показывает формирование карточки номенклатуры. И мы можем с вами видеть, это выбор типа номенклатуры, про который мы уже немножко поговорили. То есть у нас товар, тара, услуга и работа. Я выбрала формирование, для примера, формирование карточки с отбором по типу товары. И сейчас мы на эту карточку вернемся, так сказать, на конкретную программу, на демо-версию. Но перед тем, как вернемся на демо-версию, я хочу обратить ваше внимание на то, что интерфейс достаточно... Даже вот в разных релизах программы он различается. То есть мы с вами смотрим вот такой вариант, когда у нас играет роль тип номенклатуры товар, услуга и работа. Но, естественно, как я уже говорила, у нас вот в таком варианте, это на 17-м релизе, у нас товар, тара, услуга и работа. Значит, на самом деле, когда мы создаем номенклатуру, сейчас снова переключимся с вами, то мы через НСИ, через раздел НСИ и администрирование, мы можем включить формирование карточки, соответственно, по нашим отметкам, то есть то, что мы настраиваем, у нас в карточке номенклатуры появляется возможность работать с теми или иными позициями, которые мы включили, активировали или, наоборот, не активировали. Сейчас небольшая такая шпаргалочка, что в общем виде мы должны получить, то есть какая методика работы с созданием карточки. Это вот такой слайдик, то есть на самом деле мы должны сначала первый этап продумать, какие нам нужны функциональные опции и, соответственно, их включить через раздел НСИ и администрирование. Следующий момент, мы должны заполнить справочник виды номенклатуры, то, о чем мы только что с вами поговорили, и уже только после этого переходить к формированию самого справочника. И вот при формировании уже справочника мы с вами проверяем, включили ли мы следующие функции, то есть чтобы у нас в карточке отражались учет характеристик, учет упаковок, серийный учет, качество товаров и, соответственно, единицы измерения. И тут уже мы с вами настройки создания и настройки поиска тоже должны учитывать. Снова возвращаемся в нашу демо-версию. И смотрим вот что с вами. То есть мы с вами смотрели настройки НСИ и разделов. И сейчас посмотрим карточку номенклатурную. Я возьму уже карточки, которые у меня созданы, и мы посмотрим, какие особенности имеет тот или иной показатель. То есть создаем новую номенклатуру через кнопочку создать. И, соответственно, у нас вот такой интерфейс открывается для работы с номенклатурой. Ну или может номенклатура загружаться из, например, экселевских файлов либо из каких-то других программ. Ну, естественно, если из других программ, то требуется, например, мейпинг, если позиции номенклатурные не совсем соответствуют друг другу, то задается соответствие, так называемый мейпинг, что, куда мы переносим, как называется. И при создании новой карточки номенклатуры мы видим закладка карточка и закладка реквизиты. Соответственно, если мы говорим про вид номенклатуры, то вот он у нас вказан тут. Выбираем списка номенклатуры. Из списка видов номенклатуры. Ну, например, вот в моем случае у меня есть группировка, то есть у меня есть производство, то есть группировка номенклатурных позиций по производственному значению, по тестовая с характеристиками. Это я конкретно записывала для данного вебинара. То есть потом мы посмотрим, как задаются характеристики и что они позволяют сделать. И торговая деятельность, то есть для торговли у меня идет отдельная номенклатура. Можно раскрыть карточку и, значит, вот такие у меня созданы номенклатурные позиции. Возьмем, например, любую позицию, то есть вид номенклатуры. Это у меня в данном случае изделие из дерева. А сама карточка, изделие из дерева. Сейчас мы ее вот так раз. У меня имеется достаточно большой список настроек, то есть основная настройка – это у меня виды номенклатуры. Они у меня, естественно, сгруппированы, как мы с вами уже посмотрели. И в текстовом описании у меня есть вот такой текст. На самом деле это может быть, например, из каталога. То есть мы можем подключать... При работе с каталогами мы можем подключать и значения из фотографии, например, и, соответственно, описание дополнительных настроек. Соответственно, если нам требуется написание, мы берем из каких-то каталогов. Ну, если, например, это у нас радиодетали, то будет браться не текстовое наименование, которое для нас привычно, там, например, и употребимо, а конкретные маркировки, ну, то есть каталожные наименования и так далее. И здесь, как мы видим, то есть для вида номенклатуры у меня это изделие из дерева, я могу задать дополнительные характеристики. Значит, если я буду отражать характеристики, я могу воспользоваться тематической справкой, то есть подсказкой конкретно по данной позиции, для чего мне это нужно. И, естественно, если для серии, то тоже самая такая же тематическая подсказка у меня помогает мне сориентироваться, что даст, например, указание серии. Дополнительные реквизиты. Это мы с вами говорим про вид номенклатуры. То есть вид номенклатуры, если я конкретизирую конкретные требования именно к данной группе. И вот здесь хочу остановиться на шаблонах. То есть мы с вами говорили, что шаблоны позволяют избежать дублирования номенклатуры. И мы можем задать шаблоны, то есть чтобы закрыть возможности в названиях или в виде номенклатуры использовать нестандартные для конкретного предприятия названия. И видимость отбора в списках и контроль уникальности. Это мы с вами уже посмотрели, то есть достаточно вот таким образом. Контроль заполнения и уникальности. Как вы видите, здесь у нас идет, мы можем отметить, что для нас важно, единицы хранения. Например, если у нас веб-витрину мы используем, импортный товар, то есть по ГТД, то есть для нас это тоже показатель, что если вы в разрезе ГТД ставите отметку, то будет еще вестись контроль, который контроль для таможенной очистки. Собственно говоря, здесь наша задача сводится к тому, что самое основное, это используем ли мы контроль уникальности и шаблоны наименований. Так, это мы с вами смотрели вид номенклатуры. Если в карте, если мне надо, например, использовать штрих-код, то здесь у меня тоже он должен быть указан. Обратите внимание вот на что. То есть, если я вот здесь у меня показать основные, показать все и свернуть все. То есть, если у нас стоит вот такая, такой отбор, показать все основные, то я вижу вот интерфейс, как на экране. Если я использую показать все, то у меня разворачивается список и я вижу уже подробности по каждому пункту. То есть, и дополнительные реквизиты, и, допустим, сведения производителей. Когда мы использовали показать основные, у нас это свернутый был интерфейс. И свернуть все, это, соответственно, еще больше свернуто, и только какие-то конкретные позиции я могу развернуть и с этим работать. То есть, если мне надо либо ограничить сведения для моих пользователей, то есть, ограничить для них видимость, либо если я работаю только с конкретной, например, позицией, и мне неудобно, когда они развернуты все. Ну, если они развернуты все, я могу, вот, допустим, показать все, я могу быстро сориентироваться, что у меня не так, потому что я вижу все основные настройки и могу сориентироваться, что, вот, например, у меня не указано прослеживаемый или не прослеживаемый товар, если он у меня, например, импортный. Но я вижу, что у меня указана ГФУ, группа финансового учета. Она у меня здесь указана, значит, соответственно, я ГФУ уже настроила. Могу посмотреть, как вы видите, ГФУ. У меня указаны ГФУ, это счета, которые, движения по счетам, которые используются для отражения данной продукции. То есть, я могу посмотреть вот по этой пиктограммке, какие у меня настроены счета. И здесь уже тоже в свернутом виде я вижу, что у меня настроено. Правильно, неправильно я еще пока не вижу, но я могу видеть, что именно вот такое название готовая продукция у меня настроена с определенными параметрами. И уже конкретно перейти по ссылке и посмотреть, ну, то есть, я вижу, что у меня 43-я это готовая продукция, да, все хорошо, это у меня готовая продукция, 45-я это товары в пути. То есть, я могу посмотреть, что у меня конкретно меня все устраивает, ну, например, вот не устраивает меня, ну, вот НДС меня не устраивает. Я могу развернуть по переход, перейти по этой ссылке и посмотреть, то есть, и при необходимости, соответственно, назначить другие счета учета. чаще всего возникает проблема с счетами учета, то есть, не настроены ГФУ, поэтому, соответственно, этому моменту надо уделять особое внимание, потому что если счета настроены, не настроены или настроены неправильно, то практически, ну, наверное, больше половины дальнейших операций по учету может происходить с ошибками. Так, значит, мы с вами пока месте это закроем. Нет, здесь нас пока ничего не держит и мы продвигаемся дальше. В зависимости от того, какой тип номенклатуры мы с вами выбрали, будет меняться и документ, которым будет отражаться, например, реализация или другие операции с данным товаром. Ну, то есть, если это у нас товар, то, соответственно, товар, вид товар может быть и материалы, и другие товары материальные ценности, то есть, товар, который имеет количественный учет. и, соответственно, документ, которым отражается, например, реализация, это будет торг 12 или другие варианты движения товаром материальных ценностей. А если это у нас услуги, например, то это будет уже акт на передачу или акт выполненных работ. То есть, соответственно, документ, который будет отражать движение товаром материальных ценностей будет уже другой. Ну, соответственно, мы с вами поговорили про учет по сериям и по характеристикам. И здесь нужно сказать, что мы можем установить учет по характеристикам или по сериям для вида номенклатуры в целом. То есть, соответственно, у нас не получится настроить для отдельной номенклатуры, то есть, настроить учет по сериям для отдельно взятой позиции. и еще у нас невозможен учет в нескольких единицах измерения. Обратите внимание, что учет ведется в единицах хранения, то есть, каждый конкретный номенклатурный номер, номенклатурную единицу, номенклатурную позицию мы можем задать только для единицы хранения. это вот то, что необходимо учитывать. И, собственно говоря, в этом случае, вот после того, как мы с вами посмотрели саму карточку, саму номенклатурную карточку, мы с вами можем вот здесь выбирать какой-то, ну, например, вот сейчас у меня вы видите номенклатурная позиция, номенклатурные элементы без группировки, но это у меня находится в папке производства, производственные производственные номенклатурные позиции, то есть, либо готовая продукция, либо материалы, если я использую торговую деятельность, то у меня, соответственно, будет вот возможность вот так перейти в эту папку и уже, соответственно, использовать другую группировку. Если я снимаю вот этот чекбокс, снимаю вот этот сложук, то у меня отражается без разбивки по группам, то есть по папочкам и как вы видите, здесь у меня уже пошли и программы и какие-то элементы и производственные какие-то материалы и так далее. Ну и быстрый поиск у нас здесь возможен, соответственно, если я набираю первые буквы, то, соответственно, у меня будет и быстрый поиск по первым по первым буквам. Это не обязательно буквы, это начало слова может быть. Так, это мы пока с вами закроем. Развязы учета и настройки создания мы с вами уже посмотрели. Так, теперь перешли снова в карточку, номенклатурную карточку. И обратите внимание, у меня здесь есть возможность, ну, во-первых, дополнительно, если я сверну, то есть смотреть в свернутом виде, мне покажут все функции, которые мне доступны, но я обычно выбираю все, то есть в этом случае мы можем быстро просмотреть и найти, например, те поля, которые у меня не заполнены. Вот в этой карточке у меня не заполнены ни группы финансового учета, ни аналитического учета, то есть, соответственно, если я открываю и вижу вот такую карточку, то я понимаю, что я халтурила, причем напропалую, и у меня половина важных сведений не заполнено, но основные параметры учета, то есть, вид номенклатуры у меня есть. Соответственно, перед тем, как заполнять саму карточку, я создаю сведения по видам номенклатуры, то есть, соответственно, вот мои сведения, которые я использую при создании уже элементов номенклатуры. Вот, как вы видите, если я выбрала, допустим, тестовую с характеристиками, тут я уже могу какие-то параметры посмотреть. И качество, то есть, у меня доступные посылки, вот так, вот такие варианты, то есть, у меня новый, или я могу указать БУ, или брак, ну, то есть, соответственно, какие-то другие параметры, которые я уже задала. И, как вы видите, здесь у меня вообще никаких подробностей по этому элементу нету, то есть, ни сведений о том, какой, как, какими проводками сопровождается учет этого элемента, ни какими регламентированными параметрами я должна оперировать, ну, то есть, фактически, это только наименование и дальнейшие процедуры, чтобы производить меня с этим номенклатурным элементом, мне надо вернуться в карточку и все заполнить. значит, еще один момент, обратите внимание на сегменты, то есть, соответственно, это информация, которая в карточке заполняется, но мы можем, например, делать сегменты, мы переходим вот по этой ссылке и у нас в этом случае мы можем использовать, например, различные сегменты для учета этой номенклатурной позиции. Мы сейчас немножко позже к сегментам вернемся, а сейчас мы с вами посмотрим опять наши слайдики и немножко вернемся к алгоритму создания самой карточки, то есть, собственно говоря, мы переходим в раздел номенклатура и открываем общий журнал и через кнопочку создать, как мы уже с вами говорили, мы создаем вид номенклатуры. Ну и дальнейший алгоритм, вы видите его на экране и здесь нужно сказать, что в общем-то это настройки, которые мы должны сделать до того, как начнем работать карточками и созданием допустим каких-то документов. вот этот слайдик сейчас мы сюда перейдем показывает нам, то есть, мы уже здесь были и показывает нам наиболее критичные, если можно так сказать, сведения, которые нам надо заполнить. То есть, соответственно, мы их уже сходили, посмотрели, то есть, мы считаем, что единицы измерения мы уже заполнили, то есть, у нас здесь все хорошо и мы перешли на следующий момент контроль настройка создания и контроль уникальности. Здесь мы обезопасили себя от дублей, то есть, при контроле уникальности мы, в общем-то, больше защищены от создания дублей. И если мы уникальность трех годов тоже учитываем, то, в общем-то, от одной головной боли мы себя защитили. И здесь еще вот такой слайдик я вам хочу показать, по сегментам. То есть, если мы при работе с НСИ администрирования, раздел НСИ администрирования, сейчас, минуточку, мы еще сейчас сюда вернемся, чтобы вот так вот не говорить голословно, то есть, настройки НСИ и разделов и работа с номенклатурой, то есть, мы работаем вот с этим пунктом меню, сюда мы пока не обращаемся, вот с этим. И, значит, мы с вами здесь отметили, что мы работаем с сегментами и, собственно говоря, мы можем настроить сегменты, когда они очищаются автоматически и настраивается это при переходе по вот такой ссылочке. вот мы видим меню, когда мы можем настроить расписание для очистки сегментов. Возвращаемся сюда снова. но кроме настройки самого раздела, то есть, раздела номенклатура, мы проходим все эти позиции и смотрим, естественно, заполняем в соответствии с нашими бизнес-процессами. Кроме этого, у нас с вами есть, не будем сохранять, у нас есть и еще разделы, то есть, вот этот раздел номенклатура, тоже конкретно работа с карточкой номенклатуры, с созданием новой номенклатуры при тех настройках, которые мы с вами создали вот в этом разделе. Но у нас есть еще один раздел настройки и интеграции, и здесь есть еще один пункт 1С номенклатура, вот это уже наименование сервиса 1С номенклатура, то есть, этот сервис не включает функциональных опций, как вот эта позиция, это конкретный сервис, который уже настроен и позволяет обмениваться, ой, извините, промахнулась, и позволяет обмениваться конкретными номенклатурными позициями. Сейчас мы с вами посмотрим вот таким образом, и по ссылке 1С номенклатура мы можем почитать поподробнее, что этот сервис позволяет делать, и соответственно, если нам необходимо проставить отметочки, что да, мы будем использовать этот сервис, но при этом надо учитывать, что этот сервис, если вот мы переходим с вами сюда, соответственно, это интернет-поддержка включается, и общее описание, то есть, что позволяет этот сервис сделать, на самом деле этот сервис позволяет работать с общероссийским классификатором, каталогом, точнее, в котором уже размещены точные описания каких-то товаров, то есть, описания, которые размещены, например, на честном знаке, то есть, это раздел работы с маркированными товарами, с прослеживаемыми товарами, ну, то есть, соответственно, применяя вот этот вот сервис, мы можем уже обмениваться с каталогами, и, соответственно, информацию о своих товарах помещать в эти каталоги или получать оттуда уже какие-то описания, которые по КВЭДу, по ТМВЭД, ну, то есть, которые уже зафиксированы в этой системе раньше. Так, сейчас мы с вами вот так это все закроем. Соответственно, если мы этот сервис используем, то мы должны зарегистрировать там личный кабинет, и, соответственно, уже этот сервис платный, и будет зависеть от того, какой комплект мы хотим с вами видеть, то есть, доступность сведений, которые размещены в этом сервисе. И, соответственно, классификатор, если у нас есть доступ в облако, то мы можем активизировать, вот, обновить классификаторы. Собственно говоря, этот сервис вот вот такой слайдик, это, собственно говоря, выдержка из описания этого сервиса, то есть, что он позволяет делать, и на самом деле это очень достаточно большой уже каталог, есть специализированные, то есть, например, лекарственные средства, и, как вы видите, в описании достаточно четко сказано, но, повторюсь, это сервис платный, и если мы будем, перейдем, как мы только что сделали с вами в нашей демобасе, если мы перейдем на интернет-ресурс, то у нас будет доступно вот такое как бы комментарии, то есть, в каких конфигурациях этот сервис работает, ну, как вы видите, вот у нас есть 1S ERP перечислено, но он работает и в основных конфигурациях, которые сейчас используются, и более широко, скажем так, с большей аналитикой, то есть, типа, и с более урезанными вариантами аналитика, ну, аналитики, ну, то есть, и 1S розница, то есть, где у нас больше розничные торговые операции представлены, и товары соответствующие, и в управлении торговли, и в бухгалтерии, где, ну, более сжатый, более сжатый аналитикам, и я специально сохранила цветовое выделение, то есть, это ссылки, по которым вы сможете на интернет-ресурсе перейти, то есть, программа у вас должна быть официально зарегистрирована, то есть, естественно, на официальной поддержке, то есть, у вас действительная подписка на этот ИТС-фервис есть, и если вы, например, с лекарственными аппаратами работаете, то вот по этим ссылкам у вас должны быть заключены договора и количество записей, насколько карточек у вас используются. на следующем слайдике мы с вами здесь уже тоже смотрели группа финансового учета, то есть, то поле, которое, в общем-то, для регламентированного учета обязательно и которое вы используете, то есть, это тоже настройки, которые вы используете и которые важны не меньше, чем описание, то есть, для ведения регламентированного учета настройка ГФУ необходима. И про ГФУ вот немножечко слайдик, так сказать, для того, чтобы эта информация больше сохранилась в памяти, то есть, ГФУ у нас отвечает, как я уже говорила, за счета учета и счета, которыми сопровождается товародвижение конкретных элементов номенклатурных. И когда мы работаем с номенклатурными единицами и со справочниками видов и ГФУ, у нас важно изначально продумать систему, то есть, иерархию, потому что если вот здесь мы специально подчеркиваем, что если редактировать справочники уже после того, как вы создали какие-то документы движения, то это будет очень больно, потому что на самом деле, ну, конечно, это в переносном смысле больно, то есть, на самом деле, одно исправление будет нести за собой большое количество исправлений, которые надо сделать в связанных местах, то есть, виды номенклатуры, это первоначальный справочник, который мы должны очень хорошо продумать, и как его организовать, и после этого ввести, продумать иерархию для справочника ГФУ, и уже как бы настроить этот справочник с учетом операции, то есть, нужно вам, например, создать отдельные субсчета для учета каких-то, ну, может быть, полуфабрикатов, может быть, материалов, может быть, товаров, и уже настраивать ГФУ с учетом созданных субсчетов или каких-то конкретных настроек других, которые для вас важны. Еще раз переключаемся на нашу с вами нашу демонстрационную базу, и в общем-то я еще хочу сказать немножко про работу со смежными, если можно так сказать, карточками. Мы с вами говорили про номенклатуру и, соответственно, про настройку справочников, которые связаны с этим элементом, то есть настройку видов разрезов учета видов номенклатуры и побочных функций, которые нам при этом могут потребоваться. Но у нас есть достаточно много справочников, которые завязаны на это напрямую, и это у нас, например, маркетинг и работа с более тонкими настройками, то есть, соответственно, это мы настраивали только функциональные опции, а, например, при работе уже с конкретными номенклатурными позициями мы можем, во-первых, получить их из разных разделов программы, то есть, самый простой, это вот мы с вами раздел МСИ администрирования переходим в наименование наших номенклатурных единиц, а, во-вторых, мы можем через меню главное, здесь у нас с вами тоже есть настройки МСИ и администрирования, и тоже самое есть раздел номенклатура, это тот же самый раздел, то есть, только для более комфортного доступа размещен здесь, то есть, как вы видите, мы переходим в этот же журнал и точно так же через меню настройка задаем новый элемент и у нас с вами так, мы вот это закроем, то есть, при работе со справочником номенклатура мы можем с вами использовать и ЦРМ, у нас здесь задается соответственно рабочее место работа со справочниками и практически в каждом разделе мы используем справочник МСИ и администрирования и еще раз вернемся вот сюда и здесь мы с вами раздел 1С номенклатура используем для работы с сервисом уже не с самим справочником 11 номенклатура а с сервисом 11 номенклатура который позволяет взаимодействовать с классификаторами которые расположены в других информационных ресурсах то есть и в честном знаке например и в прослеживаемых товаров ну то есть для этого использовать личный кабинет и напоминаю для работы с личными кабинетами не только связанных с номенклатурой но и с другими сейчас мы туда переключимся но и с другими личными кабинетами нам необходимо чтобы была электронная подпись квалифицированная электронная подпись например КЭП и личные кабинеты нам доступны не только для работы с номенклатурными справочниками ну как видите единый налоговый счет у нас здесь есть личный кабинет и регламентированная отчетность у нас здесь тоже есть личные кабинеты напомню это личные кабинеты которые в разных инстанциях и в разных сервисах расположены то есть работа с личными кабинетами еще для регламентированного учета у нас существует тоже один сервис это 1х отчетность и почитать на него поподробнее можно по ссылочке подключиться к нему можно также позволяет напрямую работать с сайтами вот этих фискальных органов и требуется он для того то есть это сервис 1с отчетность чтобы работать с некоторыми например личными кабинетами в этом случае мы сейчас бросим вот этот рекламный баннер и как вы видите личные кабинеты вот они фискальных органов личный кабинет для работы с единым налоговым счетом личный кабинет для работы с 1х номенклатуры ну то есть для разных вариаций они нужны и значит если мы например работаем с сервисом ну например возьмем сервис личный кабинет для единого налогового счета то в этом случае личный кабинет вот я выбираю организацию я считаю что у меня все хорошо то есть у меня все готово хочу подключить вот такой сервис личный кабинет для единого налогового счета но в этом случае мне конфигурация рубнется и скажет что все хорошо но сначала подключите сервис 1С отчетность и вот в этом случае у меня открывается интерфейс который показательный который иллюстрирует мою безалайберность то есть насколько я была неорганизована при заполнении первоначальной информации то есть видите я не ввела ни регистрационный номер ни ОГРН то есть коды не заполнила ни сведения об ответственных лицах у меня не заполнены ну то есть для того чтобы подключить и личный кабинет в совершенно другой области я должна сначала настроить подключение к сервису 1С отчетность точно так же как я работаю если с 1С номенклатурой я должна соответственно зарегистрировать электронную подпись личный кабинет например в честном знаке и так далее так нам не надо сохранять данные к сожалению наше время заканчивается и 2 минутки мне хотелось бы сказать про про сервисы немножко больше потому что личный кабинет очень удобная функция очень позволяет дополнительно получать информацию но как я уже сказала требует дополнительной активации либо практически во всех случаях это электронные подписи или машиночитаемые доверенности а во-вторых собственно говоря позволяют эти сервисы отследить своевременно получение от налоговой службы каких-то писем запросов уведомлений и так далее ну например вот статистика это сервис который позволяет работать напрямую с сайтом статистики Росстат по своему ИНН вы можете посмотреть под какие выборки вы попали потому что достаточно много и с начала этого года статистика выложила новых отчетов которые должны заполнять предприятия по выборке которые попали под эти отчеты то есть зайди на статистику на сайт статистики и по своему ИНН посмотреть под какую выборку вы попали и что должны сдавать гораздо дешевле чем потом платить штрафы 70 тысяч на первый случай нарушения допустим сроков или не сдачи отчетности и при повторном нарушении до 150 тысяч это штрафные санкции соответственно та же история и с личным кабинетом по электронным или скам нетрудоспособности то есть по социобеспечению ну и как мы уже с вами говорили это и дополнительный личный кабинет сейчас мы это закроем дополнительный личный кабинет по сервису рекламентированный счет личный кабинет по единому налоговому счету и по сервису 1С номенклатура на этом к сошлению наше время истекло я хочу вернуться к титульному листу к началу нашей встречи показать еще раз вам контакт нашей организации и пригласить вас к сотрудничеству мы будем рады оказаться вам полезными мы выполняем полностью весь спектр работ по семейству 1С программное обеспечение семейству 1С и будем рады обратной связи если вы напишите нам свои вопросы или темы которые для вас были бы интересны мы сможем в этом случае уделить вам больше времени более подробно ответить на ваши вопросы на этом разрешите попрощаться пожелать вам хорошего дня хороших успехов всего доброго до новых встреч субтитры подогнал «Симон» 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 ер点